«Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовоиствования, которое вы слышали, которое возвещено всему творению поднебесному, которого я, Павел, сделался служителем». Благословите друг друга. Наслаждайтесь миром Божьим. Вы, благовестник, спасающий эту эпоху. И давайте наслаждаться тем наследием, которое Бог нам дал. Возьмем в наследие ту опустошенную землю, чтобы сделать ее благословенной землей. Благодарим за прославление, которое мы сегодня слушали. Это прославление говорит о вечном Слове, на котором мы твердо стоим и наслаждаемся благословениями, которые Бог нам дал. И то, что мы сегодня с вами читали, это также говорит о том вечном Слове, которое стало плотью и которое теперь пребывает с нами. И 23 стих там сказано, «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благословения». Поэтому то, что мы сегодня представляли, что твердо стоим на Слове, которое Бог нам дал. Почему Павел писал это послание для колоссян? Также мы знаем, что колоссян, церковь в колоссах, это тот город, где Павел также с командой своей, они проповедовали, и Ефес также, и там он в течение трех лет проповедовал. Но причина, почему Павел писал это послание, свое тюремное послание, это разные идеи, разные, можно сказать, философии, разные мысли определенные у людей стало вытеснять действительно истинное Евангелие. И поэтому Павел, он таким образом писал, для того, чтобы напомнить им, Павел с таким, можно сказать, то есть, слыша, что происходит в церкви, что идут такие разные разговоры, разделения, это то, что расстроило его, и поэтому он писал это послание из тюрьмы. И для того, чтобы обновить их вере, и для того, чтобы показать, что ни знания, ни какой-то мистицизм, ни что-то, не на это нужно ставить акцент в церкви, ни на это нужно, потому что чем больше люди ставят акцент на каких-то чудесах, на законе, на том, чтобы все было правильно, соответственно, закону, и следят за тем, чтобы кто где в чем согрешил, чтобы обличить, или чтобы как-то там научить, направить. То есть, это все, наоборот, отдаляет от Евангелия. Потому что миссия, первая миссия церкви, первая миссия, самая главная миссия наша, это входить в Евангелие. А для этого нужно, конечно же, понимать Евангелие. Поэтому, что нам необходимо молиться, и к чему стремиться, это чтобы смотреть на все глазами Евангелия. То, о чем мы говорили на прошлой неделе также, чтобы мы смотрели на все глазами Евангелия и глазами жизни. И таким образом мы сможем действительно входить, мы сможем входить внутрь Евангелия. Поэтому важно не какие-то мероприятия церкви, не программы церкви. Потому что если сконцентрироваться на этом всем, это как бы неплохо иметь какие-то программы, различные там разные-разные-разные служения, программы. Но бывает такое, что, концентрироваясь на этом всем, люди упускают самое главное содержание, которым нужно наслаждаться, и в которое внутрь нужно входить. Вот это очень действительно важно. чтобы лично я, чтобы семья, чтобы моя работа, мой бизнес, все это находилось внутри Евангелия, вошло и находилось внутри Евангелия. Вот это вот самое главное. Иначе, если по-другому, то у нас не будет покоя, у нас не будет действительно возможности наслаждаться благословениями, которые Бог приготовил для нас. Поэтому через послание, которое Павел написал, Павел хотел им донести, почему только Евангелие, почему нам нужно иметь только Христа. И много чего для людей, конечно, так как мы в этом мире, все-таки же мы в физическом мире, и этот мир, это уже не Царство Божие. Поэтому мы это и молимся, чтобы Царство Божие сошло на... Как в отче наш, когда мы говорим, пусть Царство Твое будет на небе, так и на земле. И поэтому, живя на земле, мы, хотим или не хотим, мы, конечно, поддаемся влиянию культуры этого мира, традиций, обычаев этого мира, образа жизни этого мира. И как сейчас, в мире тоже очень много разных, как мы говорим, акцентов разных ставится. То есть, как необходимо делать, как необходимо жить. И, соответственно, есть ожидания у людей, друг от друга, у родителей ожидания в отношении детей, у детей в отношении родителей, у друзей, у общества. В общем, все это тоже на нас влияет. Поэтому, если мы действительно не будем понимать благую весть, не будем находиться внутри Евангелия, мы не сможем выявить... Первое, что нам нужно, это точно понимать благую весть, то есть, понимать в отношении спасения, в отношении, что есть действительно настоящая проблема, что есть духовная проблема, что есть дьявол, и что тогда есть настоящий путь выхода этой проблемы. То есть, если этого не знать, то мы будем блуждать, как и иудеи блуждают, как и люди, которые вообще не имеют Евангелия, блуждают. И второе, что нам необходимо знать, это свою миссию выявить. Иначе, если не выявить миссию, то тогда церковь тоже начинает заниматься каким-то движением, либо же, вот то, что мы читаем в отношении Матфеша Настагла, когда кто-то за Иисуса Христа почитает, за Яна Престителя, за Илью. То есть, церковь фокусируется не на том и уходит в направлении, упускает, упускает действительно понятие первородного греха, упускает, соответственно, понять результаты, то есть, что приходит в жизни людей. И старается решить эти проблемы получаться своими методами, не наслаждаясь благовестью, не входя в благовесть, а старается решить это с помощью закона, с помощью каких-то таких, мы можем говорить, как такого мистического какого-то, то есть, такого сверхъестественного действия Бога. То есть, ожидая от Бога каких-то вот там исцеления, например, от болезней, не идут в больницу, не идут к доктору, но стараются получить это исцеление, тоже рак, например, даже, то есть, специально молятся, чтобы Бог дал исцеление. В итоге могут умереть, потому что они пошли в больницу, и потом теряют, их родственники теряют веру, что, а, почему Бог не исцелил? В общем, это все приводит к вот таким вот разным проблемам, и дьявол, он это также понимает, он знает, что духовные проблемы невозможно решить мирскими методами. Люди, к сожалению, упуская понимание действительно духовной проблемы, стараются решить другие вот эти вот все проблемы, которые приходят как результат, но саму духовную проблему, вот именно разделение с Богом, проблему греха, проблему судьбы и проклятия невозможно решить. И в то же время, то есть, есть обратная сторона, когда люди стараются проблемы, которые к ним приходят, не мистическим способом решить, а решить человеческими усилиями. То есть, мы видим, что, да, развивается медицина, развивается наука, но это не означает, что не нужно, чтобы они развивались. Конечно, нужно. Бог для этого и дал нам, мудрости дал, чтобы мы все это могли исследовать, узнавать, но без Бога, без духовного, отрицая духовное, отрицая духовную реальность, мы не можем решить совершенным образом проблемы эти все. мы видим так же, как направление, в котором движется общество. Мы движемся уже не только эпоха, эпоха Земли, можно сказать, эпоха, когда мы на Земле, что-то уже приходит эпоха, когда мы действительно, человек выходит на уровень такого вселенского. То есть, мы уже люди, которые будем не только на Земле, но и уже исследования, и люди стремятся, чтобы и Луна, и Марс, то есть, колонии делать человеческие там. То есть, разное-разное мнение. Но это не означает, что если мы станем жить на Марсе, или какие-то новые вещи, что-то придет, это решит проблему. Проблему людей, которые есть. На Марсе тоже будут те же самые проблемы, которые есть, потому что проблема не в ресурсах или в их отсутствии. Проблема не в каких-то особенных условиях. Проблема человека не в том, что не хватает закона или не хватает правил каких-то. Проблема — это внутренняя проблема человека. Это то, что человек разделен с Богом. Это то, что грех вошел внутрь, и люди поэтому ищут чего-то своего, ищут чему-то, чтобы угодить себе. Поэтому даже послания, даже в церковь мы видим, хотя в церковь люди иногда ищут то, что приятно им слушать. Они иногда не хотят слушать чего-то, что пастор может быть говорить, потому что может быть это быть то слово Божье, которое Бог желает донести через пастора людям, чтобы увидеть, что в чем мне необходимо получить исцеление. То есть слово, которое чуть-чуть может быть внутри меня действует, я где-то там осуждение внутри себя получаю, может быть, или же выявляю, что у меня есть такая еще проблема. Но люди не всегда хотят такое слушать. Они хотят слушать что-то как мотивационные речи. такие. Или же это называется таким словом как надувание парусов. То есть люди приходят в церковь и их вдохновляют, все хорошо, все будет хорошо. Но это не значит, что это плохо, но это все не имеет основания действительно настоящего духовного. То есть это просто эмоциональные речи. Это просто воздействие психологическое происходит. И очень часто пастора в ловушку попадают. То есть они начинают проповедовать, чтобы не терять верующих, чтобы не уходили в другие церкви. Они начинают проповедовать вот такие вот проповеди, как мотивационные. То, что мы можем найти в Ютубе или все такое. Но это не то, что нужно проповедовать. Не нужно пытаться вдохновлять людей. Всегда нужно проповедовать Слово Божье. Бог сам Духом Святым действует. И когда нужно вдохновляет человека. Конечно же, нужно говорить Евангелие. Нужно говорить истину. Нужно, чтобы люди не впадали в самоосуждение. Нужно, чтобы люди не осуждали также других. Вот это истинная Евангелие. Но нужно, чтобы это выходило не просто так, из точки зрения человеческой морали и этики, чтобы это выходило точно из Евангелия. Поэтому нам нужно с вами понимать, что истинная покой, истинная Евангелие, истинная радость не может прийти просто от мотивационных таких речей. Это действительно плоды Духа Святого. Поэтому нужно проповедовать точное Евангелие всегда. Дух Святой дает истинный мир и покой и радость и направляет. Каким бы хорошим мотивационным спикером таки не был пастор, он не может помочь и консультировать всех людей. Чем больше церковь будет, он не сможет уже с каждым лично общаться. Он сможет с каждым. Пастор не всемогущий, он не может, но Бог, Дух Святой может. Поэтому нужно не обманываться. Потому что силы тьмы проблема, которая есть внутри каждого человека, не может решиться силами человека или же усилиями даже человека. Поэтому нужно действие Духа Святого. Нужно, чтобы решилась фундаментальная проблема. Чтобы действительно Дух Святой вошел внутрь человека. Чтобы человек получил спасение и Бог начал производить действие исцеления. Родители, мы знаем, даже в отношении, смотрите, как родители уже, если у вас уже дети, то вы понимаете это тоже, что ваше самое большое желание, да, вы их любите, вы хотите им хорошее, но вы не можете помочь своим детям, потому что у них тоже есть определенная уже как бы духовная проблема, которая передается в их жизни, уже тоже есть. И вот силой родителей, как бы вы их сильно не любили, вы не можете действительно совершенным образом помочь детям. Мы это можем видеть на примерах того, когда богатые родители или там умные родители, как они там родители учителя или ученые, а их дети в проблеме какой-то, они там или наркотиками начинают принимать или какую-то жизнь непонятную ведут. Почему? Потому что ни деньги, ни знания. Это хорошо, старание хорошо, это нужно, но если не передавать Евангелие, если с детства не помочь человеку действительно ребенку войти в Евангелие, чтобы Евангелие стало содержанием этого ребенка, тогда не получится, чтобы действительно завет вошел внутрь человека. Если не сделать, если не помочь детям нашим войти внутрь Евангелия, то не будет действительно их жизнь 100% благословенны в том плане, что они не смогут выявить тогда действительно завет, свое видение, свою миссию, свою жизнь, и будут блуждать. Даже, может быть, будут работать на хороших работах и зарабатывать большие деньги, но это не означает, что они будут себя счастливыми чувствовать. Поэтому не обманывайтесь. Помогите детям, помогите вашим следующему поколению действительно понять благую весть. сначала для этого молитесь об этом всем. Может быть, вы думаете, а что я могу сказать, как я могу сказать. Тогда молитесь, действительно, искренне молитесь. И Бог вам покажет, если нужно, что вам нужно делать, что от вас зависит, ваша часть, что есть. Поймите, что если бы не было необходимости во Христе, если бы можно было бы нашими силами, нашим знаниями, нашим умом решить совершенно проблемы и построить такое совершенное общество и жить без проблем, тогда для чего Бог тогда посылал бы Христа? Потому что невозможно вот эту проблему греха, смерти, судьбы решить нашими силами. Если бы действительно не нужен был Христос, то для чего вообще тогда? То есть, если бы без Христа можно было бы это все решить, то в принципе нет необходимости было бы для чего тогда Христу было бы приходить, страдать, быть распятым на кресте, для чего все верующие Первопостольской Церкви столько страданий, столько притеснений, столько их убито было. Не было бы тогда возможности, не было бы тогда необходимости в этом всем. И если бы сейчас уже в наше время, если бы можно было решить проблемы человечества и мои личные, мою семейную проблему без Евангелия, без Христа, то тогда нет необходимости было бы и в церковь ходить. Но как бы и проблемой в то же время решение в том, что без Христа невозможно. Поэтому нам с вами нужен Христос и только Христос. Не нужно что-то другого, потому что это все невозможно решить ни чем другим, кроме как через Христа. Поэтому и остальное тоже все не нужно. Не нужна религия, не нужны мои какие-то там усилия доказать что-то Богу. Нет, не мои усилия, нужно на другое направлять. Нужно искать о чем мне молиться, что Бог желает, чтобы я концентрировал свое внимание на чем. Не пытаться там самооправдать себя, что я так хороший человек, я там столько хорошего, что-то делаю. Не нужно пытаться Богу что-то показать или доказать, или самому себя оправдывать, или перед людьми себя оправдывать. Не нужно обманываться. Мы не можем быть праведными своими силами. И в то же время не нужно думать, что-то я безнадежный человек, у меня ничего не работает. Нет. Нужно приходить к Богу и нужно обретать силу, чтобы сила Божья действовала во мне. Потому что в Евангелии есть сила и в Евангелии есть ценность. Только в Евангелии есть истинная сила. Смотрите, 16 стих, Колоссяна 1 глава, 16 стих, там сказано, «Ибо им создано все». Почему нам необходимо держаться только за Христа? Почему нам необходим только Христос? Потому что им создано все, что на небесах и что на земле. Христос, Иисус, это не просто какой-то один из пророков. Это не просто один из религиозных лидеров. Это не просто человек. Христос, это совершенный Бог и Бог и человек, потому что Он пришел на эту землю для того, чтобы нас с вами восстановить как образ Божий. Им все создано, что на небесах и что на земле видимое и невидимое, престолы, господство, начальство, власти, все им создано и для Него, потому что Он прежде всего и все им стоит. И Он есть начаток церкви. поэтому в Нем обитает вся полнота. И поэтому вот в этом это не просто мы слушаем как слова какого-то учения какого-то человека, мудрого человека как Конфуций или как Будда и Он какие-то наставления для человека дал. То есть слово, которое в Библии написано, это не просто слова человека, которые мы слушаем и стараемся следовать им или нам нравится им. Нет. Слово Божье живое и действие. Если мы это за слово держимся, то это слово нас оживотворяет, нас меняет. Если мы держась за слово молимся, Бог действует. Не просто наши усилия, не просто наши какие-то Бог действует. Потому что Христос как тогда, так и сейчас действует. Потому что как тогда сказано было, что через Него все видимое и невидимое сотворено, что все начальства, все власти, все им и для Него все создано. Вся власть находится и дана Иисусу Христу. То, что сказано, когда Иисус Христов сказал, Матфея 28, глава 18, стих, что сказал им Иисус? что вся власть на небе и на земле дана не. Поэтому вы идите. Не сказано сидите, пытайтесь здесь себя там оправдать, пытайтесь там что-то доказать, что вы святые. Нет, Он не этого не говорил. Он сказал, идите и передайте это слово, передайте, что Я пришел на землю, Я пришел и Я умер на кресте, чтобы решить проблему греха смерти и ада. Я пришел, чтобы быть с вами. идите и научите передать эту благую весть всем людям, чтобы они не сидели во тьме, чтобы они не пытались там что-то своими силами делать, а чтобы они наслаждались тем, что уже Я вместе с вами, наслаждались тем, что Я, Который имею всю власть на небе и на земле, пребываю вместе с вами. Поэтому наша миссия заключается в том, чтобы наслаждаться тем, что Тридин и Бог вместе с нами пребывает и выявить, что Бог для меня приготовил. Для чего Бог меня прислал? Для чего Бог дал мне понять благую весть? О чем мне Бог молиться нужно? Бог, дай мне еды на завтра, дай мне деньги на это. Нет, не об этом нужно молиться всем. Бог это все уже приготовил и дал. Нам нужно выявить, Бог, что мне нужно на этой земле делать. Через мою работу, Бог, где я сейчас работаю, что ты желаешь, за кого мне молиться. За всех нужно молиться. Кто тот особенный человек, который больше всего сейчас нуждается в какой-то особенной молитве? За этого человека молиться. Моя семья, моя страна. Бог дал нам власть молиться. Мы здесь находимся, но мы можем молиться за любую страну в этом мире, за любого человека в этом мире, где бы он ни находился. Потому что Бог, Божья власть, Иисуса Христа власть распространяется по всей земле и даже не только земля, а по всему миру, по всей вселенной. Поэтому эта тайна, которая была сокрыта от веков и родов, она нам открыта. Физическими глазами. Это невозможно понять. Это невозможно осознать. Тайна — это не то, что все могут знать. Тайна — это то, что знают только некоторые. То, что открыто, чтобы... Даже, вот посмотрите, место из Писания, которое Бог дал Адаму и Еве, да? Место из Писания, Бытие 3, 2, 15 стих, там говорится, что семя жены придет и поразит тебя в голову. И положу вражду между тобой и женой, между семенем, между семенем твоим, чтобы семя и ее. Люди, которые не ищут Бога, действительно, они ищут истины. Они, читая это, могут они это понять? Что для них это? Это какая-то что-то какое-то непонятное, какая-то сказка или какое-то... Вообще, многие даже веры сейчас, которые там физическими глазами интерпретируют это, они думают, ну, это что-то какое-то недопонимание какой-то от Пыри. Но в действительности, это действительно Евангелие, это действительно пророчество, которое Бог дал, о том, что придет Христос, который придет, чтобы решить проблему, чтобы решить проблему, вот это есть тайна Иисуса Христа. Вот это есть показывает нам сердце Бога, показывает нам, что действительно содержание есть. Это есть послание, которое Бог дал Адаму, которое находился уже, которое уже находился в состоянии духовной смерти, и это послание Бог дал Адаму, потому что через Адама уже следующее поколение также вошли уже в погибель, потому что сказано, что как через одного человека грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла, и грех во всех людей. Поэтому Бог дал послание семя жены, что не с твоими силами, не твоими какими-то делами, стараниями Адам будет решена эта проблема. Но придет Христос, придет тот, который сокрушит силы тьмы. И смотрите, дальше также в отношении эпохи Ноя. Бог дал послание через Ноя всему человечеству, что есть способ жить, есть только один способ, это войти в ковчег. Да, через Ноя Ной готовил ковчег, но все остальные люди, даже те, кто не строил бы, не участвовал бы, вот посмотрите, сам вот этот принцип, этот тайну, это действительно, если бы кто-то, неважно кто, даже в последний день, поверил, что идет погибель, или что нужно войти просто в этот ковчег. Спасся бы он или нет? Конечно бы спасся. Участвовал ли он, этот человек, в строительстве ковчега? Участвовал ли он в деле Божьем? Приложил ли какие-то он усилия? Нет. Посмотрите, то же самое, поэтому Бог, Иисус Христос показал о разбойнике, который висел по правую руку от Него, и Он сказал, что вера по вере, то есть Он сказал, «Я верую, что Ты Господь». И Он спасся. Делал ли Он что-то хорошее? Доказывал ли Он что-то для Бога, что слез ли Он со Христа, и Бог сказал, «Спускайся с Христа, иди, докажи, что Ты действительно веришь в Меня, докажи своими делами, что Ты...» И сказал ли так Христос Ему? Нет, Он сказал, «Все, сегодня же ты уже зачислен, ты уже будешь на небесах». Поэтому не обманывайтесь в отношении спасения. Спасение не по нашим делам, это спасение, это благодать, а то, что мы остаемся на земле, это как Ной остается для того, чтобы помочь другим людям узнать о Евангелии, услышать, услышать о Боге. Вот это Бог желает. Не что-то доказывать, не заслуживать спасения. Спасение уже дано, получили, все. Ищите прежде, поэтому, Царство Божьего, Бог все вам даст. Бог даст и здоровье, если нужно будет, и финансы, если нужно будет, если вы будете действительно искать, «Бог, что мне нужно делать на этой земле? Что мне нужно сделать, чтобы помочь другим людям узнать о тебе? Чтобы помочь детям, следующему поколению, уверовать и служить тебе?» Поэтому только Христос. Поэтому Павел, Павел хотел, чтобы колосяне, чтобы они поняли, что им нужен только Христос, не какие-то знания, не какие-то теории там, или философии, или что-то еще, чтобы они поняли, чтобы они поняли, в чем действительно настоящая проблема и в чем действительно настоящий ответ. Потому что дьявол, посмотрите, дьявол, в чем тайна дьявола? Это то, что он дает все материальное для того, чтобы убрать людей, отвезти их от духовного. Он может дать деньги, может дать успех, может дать людям, даже что они болеть, не будут на какое-то время. Но Он крадет их будущее. Он крадет их детей. Он приводит к разрушению следующее поколение. Посмотрите, Иова, что случалось в его жизни? Пришел дьявол, и что он сделал? Материальное имущество у Иова ушло. Дети также ушли. Дети погибли. Здоровье тоже. И человеческие отношения также. Потому что не поддерживали его. И он, дьявол думал, он хотел показать, что если это все забрать, то будет ли как прежде верить в Бога? Но что мы видим? Мы видим, что Иов не согрешил. Что значит не согрешил? Не отрекся от Бога. Он не стал хулить Бога. Не стал сквернить. Что он сказал? Что и дающий, и забирающий Бог. Он не видел, но даже тогда дьявол, Иов, он не понимал в отношении к тому, что это дьявол действует таким образом. Но даже не понимая, что дьявол таким образом действует, он все равно не хулил Бога. Он знал, что Бог, он точно понимал, что Бог это тот, который от еще утробы матери знал его, он знал, что Бог все равно вместе с ним. Посмотрите Иова книга 19, глава 26 стих. Что там сказано? Что мы видим, что Иов, он точно понимал Евангелие. 25-26 стихе сказано, что «Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, моими глазами, не глаза другого увидят его. Истаялает сердце мое в груди моей». То есть, смотрите, даже у него все ушло, и богатство, и здоровье, все ушло, но что он верил? Что вот это плоти его, которое уже в тело болезни, в больнезни во всем. Он знал, что Искупитель мой жив, и придет день, когда он воскреснет из мертвых, и Бог восстановит его тело, даст ему новое тело. И он своими глазами узрит Бога, он сказал. Поэтому Павел, находясь тогда в темнице, находясь в таком состоянии, которое, казалось бы, как можно оттуда что-то вдохновлять других. Его вдохновлять должны, пока он в темнице там, в тюрьме находится. Но он вдохновлял других. Он им показывал, что не физическое важно. Физическое это то, что есть сегодня, есть завтра, нет. Если вы будете на этом сконцентрировать свое внимание, то это то, что дьявол может атаковать и может забрать. Поэтому искать нужно прежде Царства Божьего. Нужно искать Евангелие. Поэтому Павел хотел показать, что вот этот Евангелие, который в нем горит, в его сердце, в его сердце горело, он хотел показать, что Евангелие совершенное. И что Павел он показал, что сила, которая есть в Евангелии, сила, которой он наслаждается, духовная сила, она дает ему быть независимым от обстоятельств, в которых он находится. И это сила, которая ничто не может сломать его. Как Иова, вера, которая была в Иисуса Христа, вера во Христа, в Мессию, понимание, что придет спасение, давало ему понимание, что физическое это временное все. Поэтому он не отчаивался. Поэтому мы смотрим 1 глава 20 стих так же. Что Павел писал? Там сказано, что нас с вами через желание Божье в чем? Чтобы так же мы правильно понимали, желание Божье нас в чем-то наказать или испытать. Бог пришел, чтобы нас соединить, чтобы быть вместе с нами. Посмотрите, в отношении Иова так же, что пришли друзья, ему говорили, а, это проклятие, это Бог тебя проклинает. И вот посмотрите, в отношении Павла так же, что говорили верующие, даже другие люди, которые вокруг него были. А, Бог проклял Павла, он из-за того, что он что-то не то делает, он попал в тюрьму. То есть, Бог его не защитил, Бог его не благословил, поэтому Бог его оставил, Бог его проклял, и он поэтому сейчас в темнице находится. То есть, смотрите, люди могут по-разному смотреть, и мы даже можем иногда заблуждаться, но Бог не оставляет нас. Мы не то, что какие-то проблемы в нашу жизнь приходят, это не означает, что это проклятие какое-то от Бога. Бог не может проклинать или что-то делать для того человека, который уже держится за завет, который во Христе. Бог хочет показать, что в каких бы условиях вы не находились, что бы ни случилось, Он с вами вместе и даст вам силу, даст вам благодать преодолеть любые проблемы. И если вы таким образом будете жить и таким образом хотите жить, тогда через вас вы станете свидетелем силы Божьей. И тогда через вас люди, смотря на вас, они смогут прийти к вере в Бога, они смогут понять, что действительно Бог есть Бог сил, и что действительно нужен только Христос, не что-либо другое, а только Христос. Поэтому что необходимо говорить? Нужно говорить? Поэтому Павел смотрите, что Павел сказал. Павел сказал, что я хвалюсь только Христом Иисуса Христа. Галатам, 6 глава, 14 стих. Что там сказано? Я желаю, я не желаю хвалиться, разве что только Христом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Иисуса Христа. Поэтому 18 стих там также сказано, что 1 Коринфянам 1 глава 18 стих давайте прочитаем. 1 Коринфянам 1 глава 18 стих там сказано, что ибо слово о Кресте для погибающих это юродство, то есть это какая-то чушь, какое-то просто слово, которое вообще не имеет никакого смысла, но для нас спасаемых это сила Божья. Поэтому в Евангелии в Слове о Христе есть сила. Поэтому ничего кроме Христа, ничего кроме Евангелия не нужно. Посмотрите, 1 глава 13 стих 12 и 13 стих там сказано, что благодарю Бога Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови его и прощение грехов. Мы с вами те, которых Он избавил от власти тьмы. Это действительно удивительная благодать Божья, это удивительная сила. Сказано ведь же 1 Иоанна 3 глава 8 стих, что для того и явился Сын Божий для того, чтобы разрушить дела дьявола. Поэтому мы с вами уже те, которые освобождены от власти тьмы. Мы с вами те, которые имеем искупление кровью его и прощение грехов. Мы с вами те люди, фоном которых, благословением и защитой которых является престол Божий. Сынство Божие это уже не то, куда мы придем и на этой земле нам нужно страдать для того, чтобы покид в Царство Божие. Нет. Живя здесь, на этой земле, Бог желает, чтобы мы жили, так как мы уже граждане Царства Божьего. Бог уже желает помогать нам и посылать ангелов своих, как Он посылал Павлу, как Он посылал и ко всем, ко всем людям, о которых мы читаем в Ветхом Завете. Они не какие-то особенные. Они такие же, как и мы. И мы такие же, как они. Мы те, которых Бог призвал, спас, оправдал и желает, чтобы мы искали Царство Божьего и желает, чтобы мы наслаждались этим благословением. Мы с вами иногда судим о себе, что мы... Да какой там я святой? У меня там... Я постоянно грешу, постоянно какие-то мысли, постоянно шиваюсь и падаю. Опять-таки, не заблуждайтесь, не обманывайтесь. Посмотрите Адам и Ева. Бог что сделал? Он дал им одежды кожаные. Он сказал, уберите ваши листья, вот эти, которыми вы пытаетесь там себя закрыть. Вот вам одежда кожаная, это совершенное. Я смотрю на вас уже как одетых. И Бог дает это решение, Бог дает решение этой проблемы. Точно так же, нам сейчас нужно одеться в праведность Христа. не пытаться своими какими-то... Опять-таки, если мы где-то даже заблуждаемся, падаем, неважно, мы покрыты благодатью и кровью Иисуса Христа. Поэтому не нужно пытаться обманываться, пытаться оправдываться своими силами. Что сказано? Смотрите, двадцать, первый, второй стихи. Он сказал, что нас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, потому что до принятия Иисуса Христа Духа Святого внутри нас, мы всегда, даже думая, это хорошее, как сказано, даже пословица есть благими намерениями лежит дорога, устена дорога в ад. Потому что люди думают это хорошо, но они физическими глазами смотрят. Но что сказано? Ныне, 22 стих, ныне примирил в теле, плати его смертью его, чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными пред собою. То есть, смотрите, он примирил в теле плати его. Не мы своими силами что-то доказали и святые становимся, потому что мы вот так такие хорошие, мы так таки помогаем другим людям, мы там стараемся не матюкаться, не пить, не курить, я не знаю, что угодно может быть. не нашими делами, не носил, но через плоть Иисуса Христа, через крест Иисуса Христа, смертью его, он представил нас святыми. То есть, мы освящение получаем не своими делами, не своими какими-то поступками или чего-то делая, или чего-то не делая, а мы святыми становимся, потому что мы верим в Иисуса Христа, который умер на кресте и пролил свою кровь за нас, поэтому мы становимся святыми, мы отделенными становимся, Бог нас освящает. Поэтому согрешили, пришли, Бог, благодарим, что на кресте Иисус Христос ты умер и пролил кровь свою за меня. Очисти меня, Господь, и помоги мне дальше жить, ища царствие Того, ища того, что угодно Тебе, и не согрешать. Поэтому смотрите на себя, смотрите на других так же людей, не с взглядом осуждения, а он еще такой, он еще не так, что-то делает ли она. Все мы такие, все мы еще несовершенные. Не ищите соринку в глазе брата или сестры своей, потому что бревно у вас уже в глазу есть. То, что сказал, то, что в Писании сказано. Что это означает? Не пытайтесь меряться, кто более чистый, кто более белый. Все мы черные и грязные, если так смотреть глазами Бога, потому что мы все время падаем, заблуждаемся. Нет праведного ни одного. Все согрешили, лишили слабых. Поэтому не пытайтесь выглядеть лучше других. Не пытайтесь себя на фоне других казаться хорошими другими. Не этим надо заниматься на земле. Потому что вы не можете тогда получить благодать. и вы не можете и вы таким образом будете препятствовать другим людям также получить благодать. Поэтому нам с вами нужно что делать? Нам нужно с вами наслаждаться Евангелием. Наслаждаться тем, что такой, какой бы я ни есть, Бог меня принял и принимает и Он исцеляет меня. И точно так же рядом со мной человек, который находится, тоже это святой Божий. Не потому, что Он правильно поступает, хорошо что-то делает. Не по моим стандартам святой и хорошим. Божьим стандартам. Он уже святой, он уже чада Божья. Рядом сидящий со мной человек, он уже чада Божья и он уже святой Божий. Поэтому благодарите Бога за благодать, которую Бог вам дал. Благодарите Бога, что вот этот человек, который рядом со мной сидит, Бог дал ему благодать, уверовать Иисуса Христа, несмотря на то, что такой, может быть, хороший, плохой человек моими стандартами, мы не знаем, даже хороший человек, мы не знаем, что в действительности у него в мыслях и в сердце, может быть, он не такой хороший, а может быть, все, что угодно может быть, поэтому не меряйте, не думайте своими мыслями, не судите людей своими мыслями, вы не знаете, что в сердце человека может находиться и какие у него проблемы могут быть, или, может быть, он там с виду плохой какой-то, а внутри действительно у него он мучается в сердце своем, потому что не получается силы найти, преодолеть что-то. Поэтому не судите своими силами, своими глазами, своими мыслями, просто молитесь за людей, просто благодарите за то, что Бог вам дал благодать, просто благодарите за людей, которые рядом с вами есть, потому что Бог не просто так вам дал быть вместе с этими людьми и вместе с ними находиться рядом с вами. Бог говорит, ты праведный уже. Я сделал тебя праведным. Я щипит тебя и говорю, ты праведный. Не потому что ты своими делами что-то делаешь и доказываешь мне что-то. Потому что ты праведный, потому что уже пролилась кровь Христа на кресте за тебя. Ты святой уже Божий. Вот что Бог показывает через Евангелие. Поэтому не нужно судить кого-то, не нужно думать, а почему так, почему так. Молитесь. Молитесь. Кто-то, брат, что-то не так делает. Молитесь за него. Бог, дай ему благодати. Искренне молитесь. Бог, дай ему благодати. Дай ему силы. Помоги ему найти Слово, находить силу в Слове Твоем. Помоги ему смотреть и искать свет. Помоги ему найти миссию свою в жизни. Найти свое место, свое служение. Может быть, это будет... Мы не знаем, какое служение для каждого из нас. Может, это просто мое служение на земле, это молиться за людей. Может, мое служение говорить кому-то об Иисусе Христе. Может быть, просто кому-то материалы раздавать. Может быть, что... Это может быть что-то очень даже маленькое, казалось бы, в нашими глазами физическими в мире. Но это не маленькое. Посмотрите, 23 стих. Что сказано? Сказано, что если только пребываете тверды, непоколебимы в вере... Что сказано? Нужно. Если вы только... Вот опять-таки, чтобы... 22 стих нам сказано. Чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными перед собою... И что дальше? Нам нужно стараться следить за собой, стараться делать какими-то делами... Нет. Там сказано, если вы пребываете тверды, непоколебимы в вере... И не отпадаете от надежды, благовествования, которое вы слышали... Не сказано, идите, соблюдайте законы. Не идите, соблюдайте 10 заповедей. Не идите, соблюдайте... Это все естественным образом будет получаться, если вы будете держаться в вере, если вы будете наслаждаться этим Евангелием, наслаждаться тем, что Бог с вами пребывает, наслаждаться плодами Духа Святого, которые есть любовь, радость, мир, долготерпение, которые есть сострадание, которые есть вот эти все плоды Духа Святого. Этим наслаждайтесь. Иначе вы будете, как израильский народ, постоянно упускать, постоянно страдать. Израильтяне, они не сохранили веру после исхода. Поэтому постоянно к ним приходили проблемы, и постоянно они оказывались, то в плен попадали, то колонии стали Римом. Они неправильно понимали вообще, для чего Бог их вызвал. Они думали, а, почему Бог нас вызвал, и тут опять проблемы. То еды нету, то этого нету, то еще чего-то нету. Куда мы идем в эту землю какую-то хананскую? И вот тут Ерихон, тут вот река Иорданская, тут вот люди все такие большие, как мы можем... Они нас убьют всех, как мы можем с ними воевать. Они всегда смотрели глазами физическими на все. Но Бог постоянно через Моисея и через Иисуса Навина, через Хайлева постоянно им показывал, что я с вами. Успокойтесь и смотрите, как я буду действовать. Я перед вами разделю воду. Я дам вам манну. Я дам вам все. Все, что нужно вам дам. Вы идите и делайте то же дело, которое нужно делать. Тогда Бог говорил, идите в землю хананскую, потому что там придет Мессия Христос, и нужно другим народам проповедовать Евангелие. А они всегда смотрели физическими глазами, потому что они упускали духовную миссию свою, что им нужно было делать. Поэтому нам нужно твердо стоять на основании, на Христе, который вчера, сегодня и в веки тот же. Поэтому не религия, не что-то, не что-то, действия какие-то нужно делать физически, какие-то религиозные обряды или что-то еще. Нам нужно в Евангелии твердо стоять, чтобы наша вера была непоголебима, как сказано в 23 стихе. Поэтому не упускайте Евангелие, не упускайте Царство Божие, которое... Наслаждайтесь Царством Божиим уже здесь, живя здесь, на земле. Бог послал и оставил нас на этой земле для того, чтобы мы могли стать свидетелями действия Божьего. Не расстраивайтесь, когда вы видите эти проблемы. Но смотрите глазами веры на это все. Бог выгодит с нами, чтобы быть вместе с нами. Посмотрите также Колоссянам, 1 глава, 9 и 10 стихи. Что там сказано? «Поэтому мы с того дня, как о этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, чтобы вы могли познать волю Его, чтобы во всякой премудрости и разумениям духовном, чтобы вы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, возрастая в познании Бога, и укреплялись всякою силою по могуществу славы Его». То есть, что Павел передавал и хотел? Чтобы они акцент ставили на вере, на Евангелие, чтобы они не переставали исполняться познанием воли Божьей, искали волю Божьей в чем? Чтобы поступали достойно Бога, принося плод. Это означает наполняться Духом Святым, наполняться мудростью. Ходить достойно Бога — это ходить в познании Бога. А в чем Божья воля состоит? Есть место из Писания, которое создаёт волю Божьей в том, чтобы мы знали об Иисусе Христе, чтобы мы исполнялись познания об Иисусе Христе и вели движение жизни. Поэтому надо молиться. Давайте молиться о том, чтобы Дух Святой дал нам мудрость, чтобы мог понять нам, знать волю Божью, чтобы мог понять, что Бог желает мне делать сейчас. Чтобы Бог дал нам благодать, понять, что достаточно одного Евангелия. Лишь Евангелия этого достаточно. И для этого, этого достаточно, чтобы действительно я мог жить, быть счастливым человеком. Давайте помолимся о том, чтобы на местах действия мы могли увидеть, что нужен только Христос. Продолжение следует...